Их оказалось очень много, официальных и негласных запретов для представителей ограниченного контингента советских войск в Демократической Республике Афганистан. Но в реальности понять, что в Афганистане действительно смертельно опасно, можно было только ощутив на вкус эту странную войну. Первые предупреждения были в виде памяток. Судя по сохранившимся архивам, можно представить, как эти инструкции выглядели. Это были брошюрки из низкосортной бумаги, с плохой печатью для наглядности в них помещены рисунки. Многие памятки от начала и до конца, от рисунков иллюстраций и до текстового наполнения, выполнялись вручную, пером и тушью, как берестяные грамоты. Информация об исходных данных этих наставлений нигде не обозначалась. Официоз табу для воинов-интернационалистов подавался таким образом. Местное население для строительства объектов инфраструктуры ограниченного контингента не привлекать. Не болтать лишнего при посторонних. На соответствующем рисунке изображался прислушивающийся маджахет. Досматривать транспорт, дома, иные помещения, а также самих афганцев без присутствия солдат Сарандоя, это представители сил Афганистана. Если нет прямой угрозы безопасности советским воинам, строго запрещается. В памятках особое внимание уделялось менталитету коренных жителей Афганистана, и поэтому в инструкциях для советских воинов довольно подробно указывалось, как со всем этим считаться, чтобы не навлечь на себя беды. В частности, воспрещалось устанавливать колонны и устраивать привалы возле кладбищ, мечети и других священных для мусульман мест. Возле колодца, ручья любого общего источника воды тоже было крайне запрещено останавливаться. Мусульманки в таком случае к нему не подойдут. Любым транспортом Афганистана, в том числе и общественным, пользоваться запрещено. Примечательные официальные запреты, касавшиеся личных контактов с афганцами, торгующими чем-либо. Из содержания этих табу явствовало, что солдаты и офицеры советской армии данными связями определенно не пренебрегали. Воинам контингента строго-настрого воспрещалось что-либо приобретать в частных торговых точках Афганистана, а также с рук. У каждого подразделения группы войск советского ограниченного контингента были свои стоп-листы. Полковник запаса погранвойск Владимир Жерняков во время афганской войны выпускник военного училища последние два года нахождения контингента в Афгане до 1989 года пробыл за речкой. У него свои воспоминания о том, что было нельзя делать советским воинам. Жерняков вспоминал, что погранцы не оставляли своих на поле боя, выносили и раненых и погибших, таково их было негласное правило. Среди пограничников до сих пор нет ни одного неопознанного, утверждал отставной офицер. Погранцы точно знали судьбу каждого участника боя, в плен они не сдавались и потери были минимальными. В Афганистане для Шурави была изначально табуирована излишняя доверчивость к местному населению. Любым, будь то Царандой, местное МГБ, либо Дехкане, каждый из них мог воспользоваться расположением русских с целью информирования маджахедов. Множество планов операций в детали, которые были посвящены зеленой, в итоге становились известны боевикам. По воспоминаниям десантника Игоря Славина, отдавшего Афганистану два года срочной службы, Курки, те кто непосредственно принимал участие в боесолкновениях в армейских частях, самая многочисленная категория советского афганского контингента. Штабные отбирали у них все, что считали лишним. Мыло, лезвие, фотоаппараты, даже женские платки. Таких табу было полно и их игнорировали как умели. Славин приводит много примеров запретов для советских воинов, имевших не идеологическую, а функциональную важность в боевых условиях. Например, на длительных боевых переходах запрещено было пить из открытых источников. И не потому, что те отравлены, а просто нельзя. Требовалось терпеть. Группа набирала воду и двигалась дальше. А те, кто бросался утолять жажду, потом волокли обессиливших до точки вместе с оружием. Это осложняло передвижение, потому что за группой могли следовать противники. Продолжение следует...